Всем привет, это Расс Миллер. Я здесь, в Drameo, и у нас есть очень, очень крутой курс, который называется «Утро скорость своих рук за один день». И ты через мгновение поймешь, что я имею в виду. Главная цель этой вещи — изменить то, как ты думаешь о том, чтобы ударить по этому инструменту, хорошо? И позволь мне сразу перейти к делу. В большинстве случаев, когда ты начинаешь играть на барабанах, или кто-нибудь, кто берет палку в первый раз, и они идут, чтобы ударить по инструменту. Они в основном делают одну ноту одним движением к инструменту, верно? Так они и делают. Проблема в том, что человеческое тело может двигаться только так быстро. Оно не может превышать определенной скорости. Ты должен использовать механику внутри удара барабана, чтобы исполнить не только большее количество нот, но и динамику и артикуляцию внутри того, что мы играем. Это значит, что все не может быть одинаковой громкости, потому что это не очень удобно для прослушивания. Это было бы похоже на то, как если бы я разговаривал с тобой в таком тоне всю оставшуюся часть урока. Мы не так разговариваем с людьми, а это и есть общение. Так что все, что ты делаешь своим голосом, это примерно то же самое, что тебе нужно делать с помощью инструмента. Так что я больше всего слышу от молодых барабанщиков и некоторых барабанщиков постарше, так это то, что они как бы физически достигают потолка. А затем также то, что они звучат одинаково в течение очень долгого периода времени. Как будто они не продвигаются по звуку от того, что исходит от барабана. Так что это исправит обе эти вещи. И что это будет делать, так это то, что это позволит тебе играть во все, что ты мог бы играть сегодня, если ты не используешь этот подход и технику. Во что бы ты ни играл сегодня, завтра у тебя будет в три раза больше возможностей или уровня движения. И я думаю, что это станет большим открытием для некоторых из вас, ребята. В чем-то это будет сложно, а в чем-то это откроет целый мир. Окей, поехали. Первое дело первое. Когда ты бьешь в барабан, чего ты не хочешь делать, так это не использовать движение локтя, хорошо. В направлении вверх, а использовать движение локтя только в вертикальном направлении таким образом. Вот такие вещи. На самом деле это своего рода поглаживание, и в этом нет ничего плохого. Но оно используется для очень специфических целей. Чего мы не хотим, так это чтобы ты использовал это при каждом ударе, потому что в итоге ты будешь выглядеть примерно так. Здесь задействовано много движений, и в динамике очень трудно извлечь маленькие и большие ноты из такого полного вертикального штриха. Ты должен ограничить высоту палки на барабане, например, приблизившись к инструменту, а затем ограничив расстояние, на которое он отрывается, или играя полностью в него. Это очень сложно. Что мы хотим сделать, так это иметь возможность изменять высоту палки и контролировать ее после отскока барабана. В основном, это основано на технике моляра, в сочетании с тем, что я изучал у Джима Чаппина, который был учеником Сэнфорда Моляра, тезки техники моляра. И в сочетании с тем, что Джим показал мне и другому моему учителю, Фредди Груберу, мы как бы придумали такой подход. Это по сути молярная техника. Если ты не знаешь, что это такое, то она основана на создании нескольких нот одним движением. Я имею в виду, что когда я подхожу к барабану, появляются ноты, это первая нота, которая является адресной нотой, то есть первая нота, идущая к барабану. Теперь у меня есть возможность воспроизводить ноты в пределах этого отскока, а затем, когда палка движется вверх, возможность воспроизводить ноты в восходящем движении. Так вот, что там происходит, как и я. Ты можешь видеть в самой простой форме там, где я играю одно дополнительное нажатие на восходящую ноту, я играю три ноты одним движением к инструменту, хорошо? Значит, вместо того, чтобы играть одну ноту, я играю три. Когда я один раз подхожу к инструменту, может получиться три ноты. Так что есть три вида нот. Нисходящая нота, которую сыграл бы любой. Моя дочь взяла бы палку и сделала это. Ты позволяешь палке слегка отскочить. Когда ты это делаешь, ты немного ограничиваешь высоту этой ноты. Позволь ей отскочить, но ограничься легким подтягиванием пальцев. Ты можешь видеть, что происходит с кончиком палки. Он толкается вниз и контролирует высоту палки. Это дает мне возможность воспроизводить пальцевые ноты вот так или постукивать. Я могу воспроизводить столько постукиваний, сколько захочу. Я могу воспроизводить один, два, три, четыре, пять, сколько угодно. Но при самом последнем касании локоть движется вверх и выходит из удара, а затем занимает позицию, чтобы воспроизвести его снова. Так что самое первое, что нужно сделать, это вывести локоть вот так, хлестким движением вот так. Это малярная техника с хлестким движением. Вниз ограничь отскок. Не останавливай движение, но ограничь высоту клюшки и отскок. Теперь я могу играть с несколькими нажатиями. Последний вверх локти вперед готов нанести новый удар. Все это часть этого движения локтем. Так что там, где раньше я играл одну ноту, теперь я играю три или больше. Так что с той скоростью, с которой ты мог сыграть одну ноту до использования этой техники, теперь ты сможешь сыграть три ноты после того, как почувствуешь это. Так вот, что мы подразумеваем под утроением скорости твоей руки. Так что вниз. Смотри, выходи, входи, выходи, входи. Двигай локтями первым. Это хлесткое движение. И ты помнишь, что происходит с хлестом. Инерция кончика создается подобно хлысту, как будто ты думаешь о хлысте Индианы Джонса вот так. Если я ударю тебя хлыстом прямо сюда, это не повредит. Но если ты далеко отсюда и получишь инерцию от кончика, это будет очень больно, верно? Вот откуда берется вся сила. И что еще происходит с этим ударом, так это то, что ты можешь играть намного громче при меньшей высоте палки по отношению к барабану, верно? Потому что для того, чтобы играть громче, тебе нужно поднять высоту клюшки. Проблема в том, что требуется время, чтобы перейти отсюда сюда. Так что это замедляет скорость, с которой ты можешь исполнять что-то на барабанах. Когда ты так играешь, у тебя нет возможности двигаться быстро, потому что для того, чтобы добраться сюда, просто требуется время. Я хочу иметь возможность играть громко. Это достаточно громко, но держа палку на высоте 10-12 дюймов над барабаном. Я имею в виду, помни, люди изобрели микрофоны. Мы можем просто сделать их погромче. Тебе не обязательно бить в барабаны до смерти, хорошо? Ты хочешь представить себя и поддержать группу, но после определенного момента ты как бы просто бьешься головой о стену, потому что если мы не включим микрофон погромче, громче не станет. Так что держи эту палку на разумной высоте. Первый локоть, выход, открытый удар. Запомни расположение здесь. На драма есть куча видео о технике. Вот эта позиция здесь. У тебя есть большой указательный пальцы. Хорошо, я ограничиваю это. Играем мой тап, вниз тап. Последний раз тап, вверх вот так, с мейным движением локти и снова вниз. Так что вниз, нажимай, вверх, вниз, нажимай 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 вверх. Я могу добавить нажатий. Постукивай, постукивай, постукивай вверх, вниз, постукивай, постукивай вверх. Джим Чаппин часто говорил мне, что вверх – это все равно, что положить палец на горячую конфорку. Просто вот так вверх, как будто там очень-очень жарко, и убраться с дороги. То же самое с левой рукой. Когда ты играешь традиционным хватом, рука как бы когда ты ударяешь по барабану, большой палец направлен к небу. Когда локоть выходит наружу, рука как бы поворачивается ладонью к земле, а затем снова поворачивается большим пальцем к небу наверху. Если ты играешь в футбол, здесь то же самое. Ты заметишь, что она обращена ладонью к земле. Когда ты поворачиваешь руку вот так, ты меняешь технику на технику пальца, большим пальцем к небу. Теперь ты снова используешь это движение, и из этого движения становится сложнее извлечь несколько нот. Когда у тебя рука ладонью вниз, ты можешь использовать пальцы в этом вытягивающем движении и получить больше действия от одного удара. Хорошо, но вот традиционная левая рука, первый локоть, поворот ладони. Ты заметишь. Для этого не требуется много физических усилий. Если бы я попытался сыграть именно так, с одиночными нотами в сторону барабана, это выглядело бы примерно так. Я не могу этого сделать. Это невозможно. Твое тело не может этого сделать. А теперь, помни, мы собираемся это совместить. Мы собираемся совместить это, где мы взаимодействуем руками, о чем поговорим позже. Но, во-первых, давай просто сделаем это, давай быстро поработаем над нашим упражнением. Мы поставили метроном на деление тройняшек примерно на 60 ударов в минуту. Очень медленно. Постукивай вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Это очень просто. Ты же видишь, как это выглядит. Ты как бы видишь этот змейный взгляд. Если ты так не выглядишь, я всегда практикую это перед зеркалом. Если ты не выглядишь так, когда играешь, если ты не начинаешь видеть подобные вещи во время игры, тогда ты видишь эти неровные движения. Тогда ты форсируешь одну ноту, одно движение. Мы хотим видеть вот такие движения, когда ты двигаешься вокруг барабанов. Это должно выглядеть очень удобно и очень легко играть. Хорошо? А теперь вот упражнение. Это очень просто. Это три, шесть, девять, двенадцать с каждой стороны. Итак, ты сделаешь три, вниз, вверх, вниз, вверх следующей рукой, затем шесть, вниз, вверх, вниз, той же рукой, той же рукой, затем девять, затем двенадцать. Это выглядит так. Раз, два, три, четыре. Значит, три, три, шесть, шесть, девять, девять, тысяча двести двенадцать. Хорошо? Вот тут-то мы действительно наберем высокую скорость, когда начнем взаимодействовать с этой техникой. Хорошо? И что я подразумеваю под взаимодействием, так это то, что мы будем двигаться вперед и назад одним и тем же ударом. Так что это будет вниз, вправо, вниз, влево, нажмите вправо, нажмите влево, вверх, вправо, вверх, влево. Вниз, вниз, тук, тук, вверх, вверх. Одна из замечательных вещей в этом, естественная динамика, которая происходит в этой технике. У этой нижней ноты приятный акцент, а остальные, как бы призрачные, меньше. Это начинает создавать у тебя такую естественную дугу, и ты играешь динамично. Теперь мы будем взаимодействовать с ними двумя способами. В этом первом способе, который я тебе только что показал, коренной зуб находится в обеих руках. Так что в итоге ты получишь ударение на первых двух нотах. Вниз, вниз, постучи по этому, вверх, вверх. Это звучит вот так. Окей, Бадди называл это помешиванием супа, когда играл в такую игру, Бадди Рич играл бы в такую игру. Ты бы видел, как его руки двигаются вот так, с двойным ударением. И есть много видео, где эти парни играют, вы можете видеть, как он это делает. Но это была техника двойного моляра. И в этом есть акцент на обеих унылых нотах. А что теперь, если ты не хочешь делать акцент на обеих унылых нотах? Все, что ты делаешь, это перемещаешь коренной зуб в одну руку, а технику управления пальцами в другую руку без акцента. Ведь помнишь, что я говорил о пальцевом управлении? Так действительно трудно акцентировать внимание, но с ним здорово играть легко и быстро. Так что я буду использовать только пальцы. Если бы я играл в матч, я бы просто использовал эти пальцы вот так. Но традиционно я использую те, что на верхней части клюшки, вот так. Итак, я собираюсь положить коренной зуб в правую руку, вниз, а затем пальцем только на левую, постучать правой, пальцем только на левую, вверх правой, пальцем только на левую. Палец вниз, постукивай, палец вверх, палец, постукивай пальцем, палец вверх, палец. Теперь ты видишь, что ударение есть только на первой ноте. Это группы шестерок. Ты можешь добавить к ним прикосновения и палец, чтобы сделать их группами из восьмерок, как 32-я или 16-я ноты. Но зацени это, даже когда я играю на этом. Это то, что я делаю правой рукой. На самом деле это не так быстро. Я могу двигаться намного быстрее. Я действительно могу так быстро двигать правой рукой с помощью этой техники, что в таком темпе попасть левой рукой в ноты практически невозможно. Даже если ты доберешься до 135 или 140 с помощью этой малярной техники. Ты в значительной степени достиг той точки, когда тебе никогда не понадобится играть быстрее этого. Потому что это довольно быстро. И я делаю только это. Не уверен, насколько быстрее тебе когда-нибудь понадобится играть. Так что эта техника очень быстро приведет тебя к этой точке. Так что вводи пластинчатый маляр, вниз-вниз, постукивай, постукивай вверх, или комбинацию маляров пальцев, палец вниз, постукивай пальцем, палец вверх, палец вниз, постукивай пальцем, палец вверх. Двигай каждой рукой взад-вперед, двигай ими по набору. Ты начнешь видеть, как это средство открывается, и если ты не делал этого раньше, если ты играл одну ноту за один удар, теперь у тебя будет возможность играть в три раза больше плюс, чем то, что ты мог раньше. И я просто очень-очень рекомендую вам, ребята, поработать над этим. Это не только увеличит твою скорость, но и придаст тебе естественную динамику, и это просто облегчит всю твою нагрузку при игре на этом инструменте. Ты сможешь двигаться намного быстрее, намного легче, и это будет звучать лучше. Ты знаешь, когда ты много играешь на инструменте этими одиночными штрихами, это звучит не так хорошо, как когда у тебя есть эти маленькие и большие ноты вокруг инструментов, и ты вытягиваешь из них звук. Поэтому я настоятельно рекомендую тебе поработать над этим, номером 306 912, отмечая его каждый день. Сегодня мы начали с 60, делай правой рукой, левой рукой. Мы просто запишем это, один удар в минуту в день, просто работайте над нашим 306 912, взаимодействуйте с коренным зубом, взаимодействуйте с коренным пальцем. И вы, ребята, будете сиять в мгновение ока, хорошо? Так что спасибо, что присоединились ко мне и утроили скорость ваших ног. У нас есть еще один урок о том, как применять малярную технику к ступням, а также утроить скорость движения ног. Так что присоединяйся ко мне на этом курсе. Увидимся там, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok